Знаете, Матвей, чем заманивали в Евро, ну, как скажем так, под европейские знамена украинцев? То есть говорили о том, что у нас будет там зарплата европейская, у нас будет там европейское качество образования и европейское качество медицины. Вот, собственно говоря, за этим, за высоким уровнем жизни люди хотят пойти в Европу, но дело в том, что Европа и даже членство в Евросоюзе не гарантируют высокого уровня жизни. То есть та же Болгария, например, ну, аутсайдер Евросоюза, она член Евросоюза, правда, не член Шенгенского соглашения, но в Болгарии, допустим, минимальная заработная плата там на уровне 180 евро, средняя заработная плата на уровне 350-400 евро, там Румыния следующая, 217 евро. Ну, для сегодняшней Украины 217 евро минимальной заработной платы, это, да, много. И люди были бы счастливы, пенсионеры украинские были бы счастливы, получая 217 евро. Так зачем мы туда идем? Мы идем за тем, чего мы там не получим, на самом деле. То есть большинство людей склонны идеализировать Европу, воспринимать Европу как некий рай земной. Мы вступим в Евросоюз и резко наступит коммунизм. Это поразительно то, что вы сейчас говорите, я объясню почему. Я, наоборот, попросил вас, чтобы вы произнесли какую-то пламенную вещь, рассказав действительно, зачем мы идем в Евросоюз. Но если там так плохо, то нафига мы туда идем? Матвей, я не говорю о том, что плохо, я говорю о том, что даже придя в Европу, мы ничего от Европы не получим. То есть надо нам тогда плюнуть на Европу, позвать назад Едуковича, к примеру, это я, ну, вы понимаете, я просто как альтернативную, да? Ну, понятно, утрируете, да. Утрирую, да. И идти за дешевыми энергоносителями к Владимиру Владимировичу Путину, который, если мы ляжем к нему там, ну, Крым он не отдаст, пока не представится, а Донбасс, наверное, отдаст. То есть, ну, если действительно мы только идем туда за хорошим уровнем жизни в Европу, то чего нам напрягаться? Матвей, вы знаете, время от времени общаюсь с людьми, которые вот являются апологетами так называемых европейских ценностей, под которые они же подшивают Майдан и спрашиваю люди, а, ну, вот конкретно чего достигли? То есть меня критикуют за то, что я критикую, я говорю, ну, хорошо, может быть, чего-то хорошего не вижу, подскажите мне, что хорошего произошло и что мне, о чем мне говорят? Ну, вот у нас есть гидность и свобода, говорю, в чем конкретно ваша гидность и свобода проявляется? И начинается дальше некая ругань, переходящая в мат с той стороны. В итоге это заканчивается баном конкретного человека со своими, как бы, ну, в общем, в бан тебя и все, как бы с этим человеком не общаюсь. Поэтому, то есть вы, конечно, утрируете, но от Европы вот того, чего ожидается, то, чего обещали, да вы посмотрите ролики там того же Кличка, ну, ладно, Кличко не Цицерон в произношении речей, Яценюка, да, наиболее яркие выступления Яценюка периода конца 13-го, начала 14-го года. Что обещали людям, чем людей приглашали на Майдан? Тут же Мустафана Ем, да, который считается одним из зачинателей этого Майдана, хотя я склонен считать, что все-таки это не совсем так. То есть он, да, был в какой-то мере использован, но вряд ли он смог своим постом в Фейсбуке собрать этот Майдан. Так чем заманивали? Заманивали как раз высоким уровнем жизни и высоким уровнем социальных стандартов, которые присутствуют в Европе. Не во всех, правда, странах, да, они присутствуют в Германии, они присутствуют в Бенелюксе, ну, то есть Бельгия, Люксембург, Нидерланды. Они присутствуют во Франции, но с этим уже есть проблемы в Испании, с этим есть проблемы в Португалии, то есть с этим уровнем жизни, да. То есть, допустим, пенсия, средняя пенсия в Испании на уровень 400 евро, она не позволяет достойно жить в этой Испании, учитывая уровень цен. Но этого людям не говорили. А люди до сих пор стремятся в Европу за высоким уровнем жизни. Вы уверены в этом? Ну, надо проводить, конечно, социологию и фокус-группы. Но судя по тому, что... Вам не приходило в голову, что они все-таки стремятся за тем, зачем собирался Майдан, за свободой? А что такое свобода? Свобода – это быть свободным человеком, свободной в бизнесе. Нет, ребят, послушайте, я не готов сейчас воевать против вас двух. Никто не воевает. Я просто задаю вопрос. Давайте действительно, что такое свобода? Нет, мы не будем сейчас выяснять гносеологию слова «свобода». Не гносеологию, ваше понимание. Это свобода жить, как тебе хочется, и это гарантировано законами. Матвей, я вот знаете... Это свобода делать то, что тебе нужно в бизнесе или в любом, и это гарантировано законами. И есть общество, и есть власть, которая следит за тем, чтобы и в этом смысле твоя свобода соблюдалась. То есть, это быть свободным человеком. То главное... Бедный, нищий человек не может быть свободным. Это свобода зарабатывать. Если ты нифига не будешь делать, то ты будешь жить как в Румынии, или как в Албании, и так далее. Матвей, средняя заработная плата в той же Украине в конце 13-го хода была выше, чем средняя заработная плата в Румынии или в Болгарии. Это раз. А второе, знаете, вспомнил, буквально недавно пересматривал фрагмент шоу Савика Шустера, ваш диалог с каким-то националистом относительно Майдана. И вы говорили тогда примерно то же самое, что сейчас я говорю. О том, что вы хотите в Европу, но вы от Европы того, из-за чего вы хотите туда попасть, не получите. Вы говорили тогда об экономических потерях Украины, которые будут вследствие подписания... Нет, там была совсем другая история. Ух, не складывается у нас сейчас разговор. Давайте так, давайте отходить от... представить себе меня, что я говорил что-то антиевропейское, так же сложно... Нет, нет, вы не говорили антиевропейское, вы говорили о том, что Украина... Я говорил, что нужно считать. Да. Матвей, самая большая проблема людей тут, то, что они... А что ты шепотом говоришь? Да я вам просто спокойно говорю, ну, хотеть могу громче. Самая большая проблема людей, живущих в Украине и стремящихся в Европу, что они никогда европейцами не станут по одной простой причине, потому что Украина это уже Европа. Это вообще географическое понятие. В Евросоюз мы не идем. И нас туда никто не звал, и звать не будет в ближайшее энное количество лет. Об этом нам сказали, как только там где-то в Европе услышали, что тут якобы призывают, что мы куда-то вступаем. Нету этого процесса. Европейских ценностей как таковых надо объяснить людям, что их тоже не существует. Есть просто нормальные нормы, понятие, что там достойная зарплата, хорошие дороги. Это не европейские ценности. Потому что такие же вещи есть в Азии, в странах, я не знаю, в Америке. Но это не европейские ценности. Это просто нормально. Это такое же странное понятие, которое вошло к нам в обиход, как евроремонт, евроокна. Это просто окна. Нет, это не просто окна. Это просто окна. Евроремонт это ремонт с современными хорошими материалами. Евроокна это пластиковые окна, которые не мы придумали и которые сберегают нам тепло. Ребята, еще раз. Вы сейчас делаете неправильную вещь. Это вы так считаете? Нет, одну секунду. Василий, как всегда эту неправильную вещь делаешь ты. Вы... Я даже не сомневаюсь. Я сейчас... Нет, я объясню тебе. Докажите. Я не собираюсь это скрывать. Ты сейчас нарушаешь правила нейтралитета. Ты сейчас берешь политическую сторону гостя. И начинаешь меня мочить. Это не так. Нет, это реально так. Он говорит тезис, я ему возражаю. Ты говоришь, минуточку, Матвей. И, значит, получается... Василий, давайте вы будете вдвоем на меня так. Нет, мы не будем вдвоем. Нет, но это же не состязание. Еще раз. Мы перешли от фактически моего вопроса, который я задал. Зачем мы туда идем, в мировоззренческий спор. Я в мировоззренческий... Как можно идти туда, куда мы не идем? Я в мировоззренческом споре в этой передаче не участвую. Вы никогда не собьете меня с тем, что есть Европа. Вы никогда не собьете меня в моей мысли, что Европа. Это удивительная субстанция, которой как минимум сейчас сколько в течение уже, если не ошибаюсь, почти 70 лет в ней нет войны. В ней просто нет войны. В Югославии мы не считаем, да? Нет. В Югославии там творились всякие разные вещи. Можно... А Великобритания это Европа? Кстати, да. А где... Причем тут Британия? Ну, например, в 80-е годы узники были заморены голодом. Где война в Больстере? Я говорю европейское. Я говорю полномасштабное. После 45-го года их, слава богу, не было. Матвей, а можно вопрос? Нет, нельзя. Еще раз. Мы перешли в вещь, недопустимую в моей передаче. Мировоззренческий спор. Я вас мало знаю. У вас есть свои убеждения. Я с них... Не сбиваю вас с этих убеждений. Я задал вопрос. Выяснилось, что вы в Европе не видите ничего хорошего. Нет, я этого не сказал. Нет, вы сказали ровно так. Я сказал... Вы не сказали ни одного аргумента в пользу Европы. Я не сказал... Минуточку. Украина ничего хорошего. Александр. Значит, я вас спросил. Объясните нашим зрителям, чем Европа хороша. Почему туда надо идти? Вы объяснили, что ничего у Украины с этой Европой не будет, а то, что есть в Украине, фактически, это Европа. Ну и Василий, так сказать, поддакнул... Уже, Матвей, давайте я сделаю по-другому. Я скажу, что в Европе есть действительно много очень хороших вещей. Да я же не тебя спрашиваю. Ну, я понимаю, что здесь сейчас не получится. Я пытаюсь вам ответить. Я не хочу заниматься здесь пропагандой. Что значит, мы туда идем? Мне нравятся, например, немецкие дороги, которые, кроме того, что хорошие, они еще и бесплатные, в отличие от Беларуси. Ребята, я закончил этот разговор. Хорошо. У нас разговор конкретный. Еще раз повторяю. Проблема этого куска эфира заключается в том, что я задал формальный вопрос. Вы с Василием перевели этот вопрос в мировоззренческий. Вы взрослый дядя, и Василий взрослый дядя с бородой, и у вас есть свои убеждения. И я не собираюсь тратить эфирное время на то, чтобы вас превращать в еврооптимистов. Поэтому мы резко прекращаем этот разговор. Но я вас прошу, у нас будут и другие сюжеты. Как они? Мне желательно формальное ваше отношение, как специалиста, а не как человека, который занимает какую-то определенную политическую позицию. По-моему, я высказал как раз формальное взаимодействие. Нет. Потому что нет ничего более формального. Все, договорились. Значит, все.